Здравствуйте виноградари! С вами снова Юрий Егорутин. Тестирую в своем регионе новый для себя тип укрытия. С воздушным подземным каналом я вас уже знакомил, но там и большие финансовые и большие физические затраты. А этот тип укрытия совсем прост и не требует кроме того дополнительных финансовых усилий. Проверяю пока на сорте талисман. А вообще у меня основа виноградника азиатские сорта типа резомата с морозостойкостью всего в минус 15 градусов. Поэтому для них такой тип укрытия скорее всего не подойдет. Но попробовать стоит. Эта зима была достаточно суровой, поэтому определенные выводы сделать будет уже можно. Кроме того я этот рукав, эту плодовую стрелку сегодня открою и подвяжу к нижней проволоке. В отличии от остального виноградника, который будет укрыт еще не менее 10 дней. И попробую оценить, как вот это раннее укрытие в моем регионе повлияет на дальнейший рост. И давайте вместе посмотрим на предварительные результаты перезимовки. И для того, чтобы вы еще ориентировались, как говорят, на местности, добавлю, что мой виноградник находится в Донбассе. Перед вами один рукав моего куста винограда, который я не укрывал полностью землей. Давайте его посмотрим, чтобы вы понимали о чем идет речь. Вот в этом месте находится, смотрите, в правом углу голова куста. Все остальные рукава у меня прикопаны. А вот этот рукав в таком состоянии и зимовал. То есть вот эта часть, многолетняя древесина, открыта. А вот здесь под этой резиной, которая придавлена кирпичами, находится лоза, плодовая стрелка. Одна плодовая стрелка, которая обернута мешками из-под сахара. Ну, приблизительно, наверное, там 2-3 слоя. И вот в таком состоянии этот куст и зимовал у меня. Даже если я не закрывал многолетнюю древесину, есть довольно большая вероятность, что с этим рукавом все в порядке. Потому что он был прижат к земле и зимой почти всегда был укрыт снегом. Хотя и в этом случае я не исключаю повреждения проводимости тканей вот той открытой части рукава. Снял я резину, которая находилась сверху. То есть вот в таком виде этот рукав и зимовал. И вот уже я снял мешок из-под сахара, которым была обмотана вот эта плодовая стрелка. Ну, скажу вам, что на ощупь она довольно сырая. В некоторых местах даже появился такой черный налет. Но это вот касается самого края плодовой стрелки. Возможно, там лоза не слишком хорошо была вызревшей. По глазкам, по почкам в глазках они практически не опушенные. Хотя, как я уже говорил, сегодня 12 апреля. И сейчас я еще сделаю срез, самый крайний срез на этом побеге. Проверим, в каком состоянии сама древесина. И еще проверю последний глазок на этом побеге. Разрежу его, посмотрю, в каком состоянии почки. Живые они, либо уже погибшие. Перед вами поперечный срез вот этого побега. Зеленый цвет, нет никаких включений темных. Причем, это самое последнее междоузлие этой лозы. То есть, вызревание здесь было хуже всего. Но, тем не менее, довольно неплохой результат. А вот перед вами и непосредственно сам глазок. Несмотря на то, что сегодня 12 апреля. Хотя, в моем регионе не было высоких еще температур. И поэтому, вот он в таком еще спящем состоянии. Кроме того, на срезе не наблюдаются пока еще плач лозы. Несмотря на то, что этот рукав находился на поверхности. А вот мой куст, вся корневая его еще закрыта. То есть, там нет еще сокодвижения. Почва в корнеобитаемом слое еще не прогрелась. До положенных хотя бы плюс 8, плюс 9. Поэтому и не наблюдается плач лозы. А теперь давайте рассмотрим поперечный срез нашего глазка. Как я уже говорил, это самый последний глазок на этом побеге. То есть, вызревание его хуже всего. Но первый срез я сделал приблизительно посередине глазка. Не совсем понятно, как обстоят дела в нем. Пришлось сделать повторный срез немножко дальше. Но и вот на этом срезе все-таки видно, что вот она центральная почка. Я ее обозначил вот стрелочкой. Рядом замещающая почка. И, судя по всему, эти почки живые. Они, конечно, довольно мелкие. Не все можно рассмотреть. Но, как я уже говорил, если последний глазок вот в таком состоянии, все-таки там нет черных включений. Вот это то, что вы видите коричневый цвет. Это чешуйки, которым и закрывается каждая почка в отдельности. Поэтому я буду считать, что остальные глазки на этом побеге перезимовали нормально. Это, кстати, сорт талисман. Морозостойкость, если я не ошибаюсь, минус 23 градуса. В моем регионе, наверное, такой температуры в этом году зимой не было. Ну и к тому же было вот такое укрытие. Скорее всего, что он перезимовал нормально. Единственный момент, на котором я хотел обратить ваше внимание, это вот на вот этой части, которая не была укрыта совсем. И, возможно, где-то в какой-то из этих частей уже нарушена проводимость тканей. Это я к тому, что очень часто спрашивают многие о виноградаре, а можно ли укрывать только вот однолетнюю древесину, вот эту плодовую стрелку, а вот многолетнюю древесину не укрывать. Я понимаю, с чем это связано. Это, возможно, вот такой вариант, когда рукав торчит почти вверх, его трудно укрывать. Получился у меня вот такой небольшой обзор по такому способу укрытия, хотя это все-таки предварительный обзор. Результаты, основные результаты будут получены после того, как почки пойдут в рост, и когда мы уже увидим полностью все результаты перезимовки. Пойдут ли в рост центральные почки, пойдут ли замещающие почки. Короче, все-все-все мы можем узнать только после начала вегетации. А с вами был Юрий Егорутин. До скорой встречи. До свидания. Пока.